Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг и брошюр. В том числе нескольких по профилактике и ранней диагностике рака. А также сотен видео на канале YouTube. Про здоровье, правильное питание, употребление воды, профилактику, лечение, в домашних условиях, народными средствами. И просмотреть эти видео вы можете легко, подписавшись на мой канал. Вам проще будет их найти в одном месте, а не разыскивать по интернету. А сегодня решил написать видео, тему которого подсказала мне редактор одного из ведущих телеканалов Украины. Да, все знают, что курение в 20 раз повышает частоту рака легких. И тем не менее, есть отважные люди, которые продолжают курить и испытывать свою иммунную систему. Многие знают, что недостаточное употребление воды у женщин приводит к развитию мастопатии, а у мужчин простатита. На следующем этапе у женщин может развиваться рак молочных желез, а у мужчин через аденому простаты рак простаты. Многие это знают, но делают, к сожалению, не всегда правильно. А вопрос стоял совершенно по-другому. Покажите возможность развития рака не напрямую, а немножечко скрытый фактор риска онкологии. Вы знаете, я такие и нашел. Несколько подсказал. Один из них подтвердил фактически грибковую теорию развития рака. Единственное, что многие ищут грибки внутри. Они сто процентов у всех. И от иммунной системы зависит их активность. Так же, как и проявления онкологии. Если у вас есть иммунный дефицит, у вас могут проявляться и грибковые инфекции, и вирусные, и бактериальные. И онкология развиться. Это все звенья одной и той же цепи. Просто ваша иммунная система плохо работает. А опасны грибки из окружающей среды? Когда у вас на кухне подтекает кран или в санузле. Там легко развивается грибковая инфекция. Которая выдает свои канцерогенные токсины в воздух. Когда у вас заплесневел хлеб. Нужно его не обрезать до видимых неповрежденных частей. А аккуратно завернув. Стараясь не особо шевелить, чтобы споры не летели. Выбросить. Но это видимая опасность. Вы ее видите и легко можете избавиться. Опасность невидимая по грибкам. Находится в водопроводе. Надеюсь такое видео появится на телеканале. Я не буду его озвучивать. Хотя опасность есть и нужно правильно к ней относиться. А тот подход к профилактике онкологии. Который предложил я. Телеканалом был отвергнут. Почему? Мотив очень простой. Понятно. Каждый телеканал борется за свою аудиторию. Аудитория в основном женская. Много одиноких женщин. И вот здесь как раз есть фактор риска тех заболеваний. А которые вы видите в названии видео. Причем там вы видите и мужские виды рака. Они тоже зависят. Корень проблемы находится в одной ситуации. Кстати. Я не боюсь потерять часть подписчиков. Которые сейчас испугаются. Начнут шарахаться из стороны в сторону. Наоборот. Как правило я даю выход из ситуации. Даю направляющую. Что же все таки делать? Если это возможно. Потому как если у проблемы есть одно решение. Или несколько решений. Я их озвучиваю. А если решение десятки либо сотни. Озвучить в одном конкретном видео. Это невозможно. Поэтому в этом видео я дам конкретный рецепт. Что делать. Для того чтобы вот те виды онкологии. Которые видите в названии видео. Реально предупредить. А не заниматься их лечением со временем. Именно женщины. В профилактике этих видов рака. Это номер один. Особенно одинокие женщины. Они могут легко изменить статистику по этим видам рака. Как это сделать. Вы узнаете прямо сейчас. Наибольшую эффективность. Эти рекомендации могут принести. Весенний летний период года. Почему? Просто в этот период года. Женщины стремятся изменить свою внешность. И ищут кто диеты для похудения. Кто для набора веса. Все зависит от того. Какой вес вы имеете. И какой вы хотите иметь. В вашем представлении. Как вы будете более презентабельны. Для своего любимого мужчины. Или для своего потенциального мужчины. И в этом вопросе. Очень хороший момент. Правильно выбрать диету. Потому, что чаще всего диеты выбирают неправильно. Чаще всего для снижения веса используют диеты. Либо ограничительные. И автоматический дефицит витаминов, макро и микроэлементов. Приводит к тому, что ухудшается состояние кожи, волос. И женщина начинает хуже выглядеть. Она после этой диеты. Начинает бегать к косметологам. Пытаться вернуть былую красоту. А это делать не нужно. Либо садятся на белковые диеты. Они достаточно жесткие. Но. Можно сбить вес. Ценой развития почечной недостаточности. К сожалению таких примеров. В моей практике десятки. Поэтому лучше этим не заниматься. А снижать вес. Или набирать вес. Нужно правильно. В этом вопросе. Вам очень поможет. Борщевая диета. Наберите на моем канале. Борщевая диета. Для снижения. Либо для набора веса. В зависимости от ваших желаний. И вы найдете для себя правильное решение. Вы будете изменять свою внешность. Больше того. Ваш мозг. Вернее ваш гипоталамус. Будет получать массу полезных веществ. Потому как борщ достаточно полноценное блюдо. Содержащее в достаточных количествах витамины. Макро и микроэлементы. Единственное. Чего там не хватает. Кальция. Вы можете себе позволить. С борщевой диетой. Вечерком. Выпить стаканчик йогурта. Либо кефира. Либо простокваши. По своему выбору. И все. И у вас все состоялось. Вы получаете полноценное питание. И в нужную сторону. Изменяете свой вес. Больше того. Вам эта борщевая диета поможет и не только вам. Она поможет и вашему избраннику. Потому как в такой диете в достаточном количестве содержится витамин А. Что такое витамин А? На перспективу. Это профилактика онкологических, кардиологических заболеваний. Укрепление иммунитета. Борьба с вирусными инфекциями. С бактериальными. С любыми иными негативными факторами окружающей среды. Но. У витамина А есть одно очень важное свойство. А именно. Витамин А. Относительно молодого человека. Улучшает зрение. Остроту зрения. А у человека в возрасте предупреждает развитие катаракты. Что это вам дает? Женщинам это дает очень много. Пока вы будете менять свою внешность. И тренироваться в приготовлении вкусного и полезного борща. Борщ служит источником витамина А. А мужчины как известно любят глазами. Витамина А улучшая зрение у вашего мужчины. Будет способствовать сохранению на более продолжительное время и мужской потенции. Что это вам дает? Очень многое. Чем чаще мужчина и женщина занимаются любовью. Тем меньше вероятность у женщины развития рака молочных желез. Яичников. Матки. Потому как вот эти органы половой системы. Они очень чувствительны к женским половым гормонам невостребованным. И в этом случае там резко увеличивается частота онкологических заболеваний. Статистика есть. Она известна. Если распространенность онкозаболеваний всех среди взрослого населения скажем. Это в районе 15-20 процентов. То в монастырях только эти три вида рака. То есть женская онкология уносит 40 процентов. То есть в два раза больше чем все виды онкозаболеваний вместе взятые у женщин. Которые ведут иной образ жизни. Поэтому улучшая зрение у любимого мужчины. Повышая его либидо. И увеличивая частоту встреч с ним в интимных местах. Женщина занимается профилактикой вот этих заболеваний. И это здорово. Женщина одинокая. Она имеет возможность в лучшем виде встретить мужчину. А дальше борщ. Улучшайте. Берегите его зрение. Чтобы у вас все было хорошо. Но это не единственные факторы. Которые вы можете получить. Потому как в названии видео не только эти заболевания стоят. Там стоит простатит. Одно из негативных проявлений. Которые не стоит лечить антибиотиками. Это застойный простатит. Вот как раз хорошее зрение у мужчины. Позволяет активно бороться с застойным простатитом. Потому как рядом с ним прекрасно выглядящие. И ощущающая себя красивой. Женщина. Любимая женщина. И это здорово. Конечно многие женщины ставят себе запредельные планки. Не нужно этого делать. Полюбите себя такой какая вы есть. И все будет прекрасно. У вас именно такой ваш любимый мужчина и полюбит. И будете вместе заниматься. Вы профилактикой. Рака молочных желез. Матки. Яичников. А он профилактикой. И застойного простатита. И аденома простаты. И рака простаты. И все эти заболевания резко уменьшатся. У вас будет больше времени для того, чтобы заниматься совершенно другими делами. И профилактика которая стоит в конце названия. Окажется в начале. А лечение. Которое стоит сегодня в начале видео. Оно окажется так знаете в перспективе. В отдаленной перспективе. И чем правильнее вы будете пользоваться борщом. И чем чаще. Тем больше вероятность того. Что профилактика. Останется у вас пожизненной. А к лечению. Вы даже не подойдете. Потому как не будет повода. Производить эти действия. Ну а еще какие изюминки. Вы можете получить. Употребляя правильно борщевую диету. Вы узнаете прямо сейчас. Из обозначенных в названии видео заболеваний. Я рак легких сознательно оставил на закуску. Но не сказать о нем не могу. Все таки. Среди случаев развития рака у мужчин. Это номер один. Если у женщин номер один. Это рак молочных желез. То у мужчин. Это рак легких. И здесь. В решении этой задачи. В принципе. Легкое решение есть. На следующем этапе. То есть. Когда женщина стала выглядеть лучше. А у мужчины улучшилось зрение. Автоматически. Улучшается работа и сердца. И сосудов. Потому как. Такая борщевая диета. Она помогает. Работать этой системе. Лучше и дольше. И вот здесь. Когда мужчина покурил. Перед занятием любовью. Идет к любимой женщине. То возникает диссонанс. Она стала лучше. Она стала краше. Он это. Заметил. Он отдает этому должное. А сам. От него пахнет. Ну. Мягко выражаясь. Не самым лучшим образом. Это не Шанель номер пять. Одна моя знакомая. Легко решила эту ситуацию. Когда муж. Подошел к ней. С желанием заняться любовью. Она ему дала понюхать пепельницу. Когда он ощутил этот аромат. Он понял. Как он испытывает. Любовь своей супруги. И бросил курить. Если вам такая мотивация достаточно. Без проблем. Если не достаточно. Посмотрите. Несколько видео. На моем канале есть. Как легко и просто бросить курить. Автопортрет курильщика. Посмотрите. То есть. Чем может закончиться. Посмотрите. Те болезни. Которые у вас уже есть. Обойдите. Тех специалистов. Которые в видео обозначены. Проверьте. Свою генетику. И. Сопоставьтесь. С перспективы. Которую вы идете. Здесь у вас. Многое. Вернее. На многое. Раскроются глаза. Но. Женщина не просто вредничает. В данном случае. Отказывая. Мужчине. После сигареты. Заниматься любовью. Она бережет его жизнь. Не просто здоровье. Жизнь бережет. Потому. Как примерно. 40-60 минут. После каждой выкуренной сигареты. Жестко увеличивается вязкость крови. В данном случае. Не то что любовью заниматься. Перед телевизором опасно сидеть. Раньше там идут какие-то медитации. Или вы похрапываете. Или посапываете. Не дай бог там. Новости. Какие-то спортивные состязания. Или там какие-то боевики. С ужастиками идут. Ни в коем случае. А нужно переждать этот час. Чтобы не стал последним в вашей жизни. Поэтому женщина правильно делает. Что отказывает. Она бережет. Сохраняет здоровье и жизнь. Своему избраннику. Это очень правильный подход. Правильно применяя. Ворщевую диету. Каждая женщина может получить. Не только косметический эффект. Но и ощутимый эффект. По своему здоровью. А заодно. Улучшить уровень здоровья. Любимого мужчины. И не только. Предупредить. Вот те заболевания. Которые обозначены. В названии этого видео. И переставить первое и последнее слово. То есть. Вначале у вас будет стоять. Уже не лечение. В перспективе. А профилактика. Пожизненное. А лечение в отдаленной перспективе. А одновременно. Улучшить состояние пищеварительной системы. Печени. Сердца. Сосудов. То есть. Вы получаете массу бонусов. Правильно используя. Рекомендации. Ворщевой диеты. Подробнее при каждом конкретном случае. Наберите. В поисковике. Вы найдете. Такие видео. И можете их. С успехом. Для себя применить. И жить. И лучше. И дольше. Вот на этой позитивной ноте. Я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете. Кому из друзей отправить ссылочку на это видео. Я подумаю. Какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok